В этом видео вы узнаете о типах синхронизаторов механических коробок передач. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. Синхронизаторы служат для уравнивания угловых скоростей соединяемых деталей. В механических коробках передач применяются синхронизаторы различных конструкций. Также синхронизаторы позволяют предотвратить включение передачи, прежде чем скорости соединяемых деталей уравняются. За функцию блокировки включения в разных типах синхронизаторов отвечают различные элементы. По этим элементам выделяют несколько типов синхронизаторов. В любом случае блокирующий элемент имеет наклонную поверхность, на которую с одной стороны действуют усилия от водителя через рычаг, с другой от момента трения уравнивающего скорости соединяемых деталей. Как только скорости уравняются, сила от рычага переключения перевешивает, блокировка прекращается. Вот так выглядит синхронизатор с блокирующими окнами. Один синхронизатор, два вилка переключения передач, три блокирующие окно. Увеличенный вид на синхронизатор. Стрелкой показано окно. Еще одна коробка передач с синхронизаторами такого типа. Синхронизатор показан стрелкой. И еще одна коробка передач с таким синхронизатором. Представлен сам синхронизатор с блокирующими окнами. Внутренние шлицы для соединения с валом. Наружные шлицы, расположенные в кольцевой полости, для соединения со шлицами шестерни. Бронзовая коническая поверхность для создания трения. Здесь видно блокирующее окно, через которое проходит шип каретки. На этом фото каретка в крайнем положении. Включена передача. В средней части барабана видно расширение блокирующего окна. Благодаря этому расширению и переходной зоне между ним и узким участком предотвращается включение передачи до момента уравнивания скоростей соединяемых деталей. Здесь виден бронзовый конус. В левой части экрана шип каретки. То же самое, но вид вдоль оси синхронизатора. Еще раз этот синхронизатор в положении включенной передачи. Так синхронизатор установлен на коробку передач. Показан процесс включения синхронизатора. Теперь на отдельном синхронизаторе процесс выключения. Каретка перемещается в среднее положение. В этой коробке передач применяются синхронизаторы с блокирующими пальцами. Стрелками показаны синхронизаторы. Там же можно видеть пальцы. Еще одна коробка передач с синхронизаторами такого типа. Вот так это выглядит в увеличении. Оранжевые стрелки показывают блокирующие пальцы первого синхронизатора. Красная стрелка – второй синхронизатор. На фото отдельного синхронизатора видны бронзовые конусные кольца. Внутренний шлиц для соединения каретки с валом. На этом фото видны пальцы двух типов. Блокирующие и фиксирующие. Блокирующие препятствуют включению передачи до момента уравнивания угловых скоростей соединяемых деталей. Фиксирующие фиксируют каретку в среднем положении. Блокирующие пальцы в центральной части имеют канавку и свободно проходят через отверстие в каретке, имея возможность перемещаться. Фиксирующие пальцы имеют более узкую канавку и плотно установлены в отверстиях с зазором, не позволяющим перемещаться также свободно. При среднем положении каретки в канавку блокирующего пальца входит фиксатор. Обычно это подпружиненный шарик. Вот так выглядит этот синхронизатор при установке на коробку передач. Здесь демонстрируется перемещение каретки. Внутренний шлиц не только соединяет вал с кареткой, но и служит для включения передачи путем его соединения с ответным шлицем зубчатого колеса. Третий тип синхронизатора, который рассмотрен в видео, имеет блокирующие кольца. Узкие зуби расположены на блокирующем кольце. Смотрим ближе. И еще одно фото. Еще одна коробка передач с такими синхронизаторами. Посмотрите на процесс включения передач с синхронизатором, имеющим блокирующие кольца. Блокирующим элементом здесь являются зубья. Посмотрите на эту коробку передач. Слева 1, пазы в тяге переключения передач. Справа 2, синхронизатор и вилка переключения передач. Вид сверху. Виден еще один синхронизатор. Правый синхронизатор во включенном положении. Бронзовое коническое кольцо без зубьев. На самом деле в этой конструкции блокирующее кольцо вывернуто наизнанку. Зубья находятся на его внутренней поверхности. Посмотрите на процесс переключения передач с таким синхронизатором. В этом видео вы узнали о трех типах синхронизаторов механических коробок передач. Если вас интересуют подробности о каждом виде синхронизаторов, пишите вопросы в комментариях. Продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер. Продолжайтеайте про Science & Продолжение следует...